Всем привет, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на своем канале! Сегодня новое видео, в котором мы с вами будем делать обзор на мои корейские покупки, потому что мне прислали достаточно много корейских брендов, которые я до этого не пробовала, и мне очень интересно было их потестировать, потому что знаю, что многие фанаты Кореи, как говорится, кто попробовал эти продукты, потом просто влюбляется в них и начинают пользоваться ими постоянно. Давайте я расскажу свое впечатление. Первое, так сказать, о тех продуктах, которые я уже протестировала. А какие-либо продукты мы протестируем вместе с вами, потому что есть те, до которых мои ручки еще не дошли. Ну а что, я надеюсь, это видео вам понравится. Если интересно, то не переключайтесь и продолжайте смотреть. Предлагаю начать с ухода, потому что декоративную косметику мы будем разбирать и делать обзор вместе на моем лице, поэтому начну с масок, которые я наношу практически каждое утро. Они называются Morning Mask от бренда Holika Holika. Мне кажется, это очень известный корейский бренд. И они с зеленым чаем. Здесь такая упаковка, которая для меня была очень необычна. Выглядит она как упаковка влажных салфеток. На самом деле, достаете вы точно так же. Вот здесь такая закрывашечка есть. И оттуда вы вытягиваете, очень, кстати, удобно, потому что когда вы вытягиваете влажные салфетки, бывает, что они вытягиваются сразу по несколько штук. Здесь ровно одна маска, как и положено. Вы ее достаете. Плюс в том, что сразу объясню, с нее ничего не течет, как бывает вот с такими масками, которые в упаковках. То есть это именно утренняя быстрая маска, точнее быстрого действия, которая работает всего 1-2 минуты, и кожа сразу становится более влажненная. В общем, вы ее достаете, наносите на все лицо, держите буквально пару минут, может быть, тройку до такого легкого впитывания, снимаете и остатки распределяете пальчиками. Это очень удобно, потому что, во-первых, не нужно ждать 20 минут, так как вот когда вы наносите маски на такое время, все равно вы себя в каком-то плане блокируете. Вы не можете нормально покушать, вы не можете почистить зубы, вы можете просто сидеть в инстаграме или каким-то заниматься другими делами. Но для ускорения процесса, утренних сборов, к сожалению, такие маски очень тормозят. А вот такая, которая наносится на 2 минуты, прекрасная. Я ее правда полюбила, и я их на самом деле сейчас начинаю беречь, потому что не хочу, чтобы они заканчивались, так как мне они правда понравились. Ну вообще я фанат тканевых масок, поэтому я их просто очень люблю. Следующий продукт, который также мне произвел впечатление, и как видите, я им действительно пользуюсь, он уже исчезает из баночки, это вот такой вот мист. Я люблю все такие штуки, которые можно вот так вот на себя нанести, которые вас при этом будут освежать. А этот, он еще очень необычный. Здесь не просто жидкость, как мы привыкли, здесь такая гелеобразная текстура. Как видите, она такая с легкими пузыречками, то есть это легкое желе, разбавленное, как мне кажется, по консистенции, которое вы наносите. Оно очень вкусно пахнет алоем. Я наношу его на чистое, очищенное лицо, на голую кожу, утром и вечером, распределяя пальчиками остатки, и дальше наношу какие-то свои уходовые средства. В общем, он очень вкусно пахнет, освежает. К сожалению, объем у него достаточно большой, точнее это плюс, конечно, но я не могу взять его с собой в самолет, и я люблю такими штуками пользоваться именно там. Следующий уходовый продукт, который поселился в моей косметичке, это вот такой вот увлажняющий крем для зоны вокруг глаз. На самом деле, это очень актуальная тема, потому что у меня закончился мой постоянный крем, я была в поисках чего-то нового, и мне прислали его на обзор, поэтому я была очень рада. Нет ощущения сухости, нет ощущения стянутости, потому что я ожидала, если честно, гелеобразной текстуры, чего-то такого. Ну нет, он моментально впитывается и как будто открывает ваш взгляд, то есть вот когда вы не можете проснуться, я наношу вот так вот его вбивающими движениями, и буквально за пару секунд глазам хочется открыться. Это очень приятное ощущение, бренд называется It Skin, я знаю, что этот бренд также очень пользуется популярностью в России, не только. Здесь объем достаточно большой, 25 мл, поэтому мне кажется, его хватит надолго, потому что я расходу его экономно. Далее расскажу вам вот про такой скраб для губ, если честно, фанатом скрабами для губ я никогда не была, у меня был один-единственный от марки Lush, и то я про него вообще забываю, я им не пользуюсь. А вот этот на самом деле намного удобнее, потому что тот, он прям сыпется, то есть его лучше использовать в ванной, когда вы принимаете душ, и если что-то будет сыпаться, вы не запачкаете себе, грубо говоря, одежду. Вот этот же более кремообразный, то есть его очень комфортно и приятно наносить на губы, он хорошо скрабирует, в нем более такие, знаете, скрабирующие частички, то есть вот вы прям здесь чувствуете, что продукт работает, я не знаю почему. А еще мне нравится аромат. Запах здесь очень вкусный, вы когда наносите, его прям хочется съесть, при этом он не химозный, как это часто бывает, а запах чего-то натурального, поэтому мне он очень понравился. Я действительно им пользуюсь, конечно, не каждый день, потому что я забываю, но раз в два дня, раз в три дня я точно его наношу, либо утром, либо вечером, и отшелушиваю какие-либо частички от губ. Дальше, сразу после скраба для губ я наношу вот такое масло, также бренд Proof, называется оно No Makeup Lip Oil, очень странного оттенка, как мне сначала показалось, и на самом деле, когда я его нанесла, я поняла, что ходить с ним каждый день я, наверное, не смогу, либо его нужно наносить совсем немножко. Но именно как ходовая процедура после скраба мне нравится. Во-первых, мне понравился аромат, ну и дизайн. Посмотрите, когда я открыла его и увидела вот этот вот аппликатор, его размер и аромат, то мне сразу показалось, что некоторые, многие бренды повзаимствовали у корейского этого бренда идею с упаковкой, идею с запахом, мне кажется, с составом продукта, потому что он мне очень напоминает масло от марки Clorans, масло от марки Saint Laurent для губ, поэтому не удивлена, если это будет практически одно и то же. По итогу, хотела бы сказать, что я не до конца распробовала его, буду еще тестировать, буду брать с собой его в перелеты, наносить в самолете, чтобы смотреть, как он ухаживает за губами, потому что если это окажется хороший уходовый продукт, то это круто. Если же это просто красивая, интересная упаковка, то, к сожалению, толка в нем не будет. Еще одна уходовая продукция от марки Holika Holika это вот такой вот гель. Мне кажется, на всех прилавках, везде вы его видели, он очень известный, знаменитый. Я такие гели покупаю с собой в отпуск, точнее я, как правило, покупаю их именно уже в стране, где я отдыхаю, но в следующий свой отпуск у меня уже есть гель с алоэ. Я его люблю наносить на кожу после загара, после душа, потому что очень хорошо успокаивает, увлажняет, и мне кажется, что именно для жарких стран это очень актуальная продукция. Но я не знаю, каким можно пользоваться в повседневной жизни, наверное, просто так же, как увлажняющим кремом после душа, но, если честно, здесь, в России, когда не так жарко, я люблю использовать после душа немного более другие крема, а вот именно в отпуск я его возьму с собой. Ну что ж, на этом мы с вами заканчиваем с уходовой части и потихонечку перебираемся к декоративной косметике. Здесь у меня по большей части продукты для кожи, а именно у меня будет практически, не практически, а три тональных крема, а именно это будет BB крем, CC крем и кушон. Я предлагаю, чтобы мы с вами это все протестировали на мне сейчас, поэтому я начну стирать тон, губы и глаза я оставлю, а вот каждый из этих продуктов мы нанесем на разные зоны, и спустя какое-то время я обязательно дам свой отзыв, как вообще они смотрятся, как лежат, и мы вместе посмотрим, что они из себя представляют. Мне кажется, это будет интересно. Итак, начинаем стирать щечки. Очень жалко, потому что макияж был очень красивый, но ладно, накрасимся еще раз. Также снимаем консилер, потому что консилер у меня есть тоже, который нужно протестировать. Честно сказать, я наносила из всего того, что сейчас будем тестировать, только один CC крем, вот этот вот, от марки Viproof, и я его не поняла, потому что я очень торопилась, в итоге я его сняла и никуда с ним не пошла, поэтому сейчас будет еще попытка номер два вместе с вами, ну а все остальное вообще будет первое впечатление. Значит, смотрите, по состоянию моего лица, видно, что лоб у меня сейчас немного проблемная зона, здесь есть точечки, прыщичек вот назревает, поэтому сюда предлагаю нанести что-то более плотное. Из всего того, что у меня есть, это вот такой BB крем от Holika Holika, CC крем от марки Viproof, и также от Holika Holika Hardcover Cushion, но он заявлен как Glow Cushion, то есть это что-то сияющее, но при этом Hardcover, то есть я понимаю, что это плотное покрытие. Поэтому, соответственно, очень, кстати, красивая упаковка, я не сказала, и вот такой вот дизайн Cushion, мне кажется, очень симпатичный, и здесь в наборе еще, я так понимаю, идет запасной внутренник вот этого Cushion, что тоже очень круто. В общем, я предполагаю, что вот этот вот продукт мы нанесем сюда, и посмотрим, как он действительно Hard или не Hard. Вот, очень красиво все упаковано, здесь вот такой вот красивый спонжик, ой, красивый спонж, вот так выглядит Cushion, давайте вместе наберем, и вот такими движениями начинаем переносить на зону лба. Этот оттенок называется Honey 03, но, как вы видите, он, к сожалению, у меня очень светлый, но я постараюсь его хорошо растушевать, и немного потом забронизирую лицо. Нам главное понять, как он вообще лежит, какую текстуру он дает, и как перекрывает. Ну, кстати, вот смотрите, да, прыщички, которые у меня были, покраснения, все, практически ушли, видны только выпуклости. Поэтому, действительно, наверняка он хорошо перекрывает, но почему же оттенок не мой, так жалко. Так, теперь кистью я растушую вот здесь границы, чтобы они были более мягкими, немножко подсниму вот в этой зоне. Вот, смотрите, я, например, добавляю на прыщички, он тут же дает более плотное покрытие. И, если вам видно, я надеюсь, что вам видно, кожа при этом остается вот такой живой, то есть матового финиша нет, и действительно glow финиш на коже присутствует. Это очень здорово. Давайте посмотрим, как он будет выглядеть под конец нашего тестирования. Я все-таки, с вашего позволения, добавлю каплю бронзера, потому что выгляжу я в камере очень забавно. Также мне будет интересно посмотреть стойкость этих продуктов, потому что я потом собираюсь идти в зал и вот сразу протестирую все, что будет на мне. Ну, вот так, уже хотя бы получше немножко. Дальше, давайте нанесем вот такой вот BB крем, также от марки Holika Holika. Будем наносить его влажным спонжем. Итак, о, он действительно очень влажный. Я буквально чуть-чуть нажала, его столько выдавилось. Начинаем наносить на эту щечку. Но этот оттенок мне подходит тоже не на все 100%, но надеюсь, что он все-таки подтянет и будет смотреться лучше. Начинаем его вбивать. Очень увлажняющая текстура. Действительно, вот он заявлен как мушчерайзинг, и он и дает это увлажнение. А еще, что очень круто, у всех корейских брендов очень высокий SPF. Вот у этого кушона, который мы нанесли на лоб, SPF был 50%. Представляете, 50%. Здесь SPF 30%. Слушайте, ну, хоть оттенок мне изначально не подошел, вот сейчас, когда мы его растушевали, мне кажется, что он все-таки подсядет и будет хорошо смотреться. И, как видите, даже без консилера он хорошо выровнял. И опять же, вот этот вот glow finish есть, который я так очень люблю. Поэтому мне нравится. Если, например, сравнивать их вот с этим вот кушоном, то что мне нравится больше, я пока не поняла, потому что этот мы нанесли только, что ему нужно немножко времени, чтобы подсесть. Пока давайте нанесем третий продукт, и уже потом будем все вместе сравнивать. Так, здесь у нас будет вот такой вот сиси-крем, также он заявлен как Moisture, SPF 30, называется The Basic. И здесь вот такая упаковка. Выдавливаем. Думаю, что столько нам хватит. И давайте нанесем его. Слушайте, он прям, мне кажется, очень легкий. Сейчас посмотрим. Будем наносить на эту щетку. Вот здесь оттенок мне подходит. Ну или он такой легкий, что он сразу же буквально подсаживается. И если вам видно, думаю, что да, то вот этот вот от Holika Holika более плотный, более выравнивающий, чем нежели вот этот от марки Proof. Но вот здесь кожа намного более влажная. То есть вот сейчас я смотрю на себя, и есть ощущение, что я себе немножко маслом смазала. То есть вот кого сухая кожа, и кто не любит тональные плотные текстуры, то вот это будет просто огнище. Потому что действительно очень красиво смотрится, но вот даже мне сейчас кажется, что на мне очень много увлажнения. Поэтому я пока подожду, как он вообще подсядет, не подсядет. Но если сравнивать вот эти два продукта, то, конечно, здесь мы получаем более ровное покрытие. Здоровую, красивую, сияющую кожу, но с хорошим перекрытием. Здесь цвет, здесь цвет, конечно, дает себе знать, он мне больше подходит. Но нет, да, перекрытия. Как вы видите, точечки у нас какие-то остались. Вот если даже смотреть по зоне под глазами, то здесь пигмент усталости виден больше. Но опять же, за счет свечения кожа смотрится здесь более здоровой. Давайте теперь нанесем консилер. Это от бренда Холика Холика. Оттенок 01. Наверняка у меня будет очень светлый, но все равно я жажду его попробовать. Объем здесь, кстати, тоже достаточно приличный. Упаковка идет с аппликатором. Наносим на зону под глазки. Да, он мне очень светлый. Мне кажется, я сейчас буду просто как мумия. И давайте на точечную коррекцию мы тоже его немножко добавим. Посмотрим, вообще подходит он для этого или нет. Пальчиком, такими вбивающими движениями перекрываем. Ну, в принципе, есть вот такое достаточно плотное покрытие. Вроде не подчеркивает шелушение, потому что эта зона у меня суховатая сейчас. И вот можно спонжем подтушевать. Ну, а теперь давайте распределим в зоне под глазами. Я, наверное, сделаю это кистью, потому что спонжем я нанесу его много и подчеркну тот оттенок, который мне не подходит. Кистью распределяем под глазками. По текстуре он не сухой. Достаточно увлажняющий, как мне кажется. Бюджетный. И вот смотрите, по перекрытию. Мне кажется, хороший. Я ожидала, что будет хуже. Честно признаюсь, я ожидала, что он мне вообще ничего не скроет. И хоть он не светлый, но синячок он все-таки перекрыл. Давайте сейчас здесь еще посмотрим. Сейчас он еще подсядет. И будем делать вывод. А пока предлагаю поболтать с вами про вот эти вот продукты тональные, которые я только что нанесла на лицо. Положа руку на сердце. Я ожидала, что мне понравится больше всего что-то вот из этого. Но сейчас, смотря на себя, и даже, помните, когда я наносила вот этот вот кушон на лоб, было очень светлый оттенок. Вот сейчас он подсел. Несмотря на то, что здесь есть бронзер, вот здесь покрытие смотрится максимально естественно, как мне лично кажется. Давайте для честности добавим немного бронзера, у нас все лицо. Я, конечно, светлая, очень светлая. Ну что поделать. Надо было протестировать и вам все показать. Надеюсь, вы это обязательно оцените. В общем, давайте честно. Положа руку на сердце, сейчас смотря на себя в зеркало и видя свое отражение. Если разделить на первое, второе, третье место, то, наверное, первое место по предпочтению я отдам вот этому кушону от марки Холика Холика. Он действительно очень красиво смотрится. То есть вот он не блестит слишком сильно. Несмотря на то, что это, кстати, центральная часть лица и блеск здесь должен быть сильный. Несмотря на то, что он заявлен как Glow Skin, он красиво лежит. То есть без излишнего свечения. Второе место я отдам вот этому CC крему от марки Viproof с SPF 30, потому что, во-первых, здесь подошел мне оттенок, во-вторых, вот сейчас это свечение, которое было первую минуту, оно подсело. Он уже не так сильно блестит и кожа с ним смотрится тоже очень естественно и натурально. Я наносила спонжем, мне нравится эффект, вот серьезно. А вот этот вот продукт от Холика Холика, он, конечно, наверное, самый более плотный перекрывающий из того, что у меня сейчас на лице. Но оттенок, к сожалению, мне не подошел, и я его вижу на себе. Может быть, это связано с тем, что не мой оттенок. Может быть, это связано просто с тем, что тут такая текстура, она более плотная. И за счет этого я не скажу, что я в восторге от него, но я знаю, что многие мои знакомые ими пользуются. Возможно, мне нужно попробовать его в другом оттенке, если такой есть, и потом я уже скажу какое-то свое другое впечатление. Но пока вот такая вот у нас линейка, первое место, второе место и место номер три в плане тональных кремов от корейских брендов. Но по поводу консилера, несмотря на то, что это был самый светлый оттенок, и он светлее всех моих светлых консилеров, которые у меня есть, все-таки он перекрыл хорошо, он не подсушивает. То есть все равно консилер, когда наносите, буквально через пару минут вот ощущение стянутости какой-то начинается. Здесь же такого нет. Поэтому плюс. Плюс этому продукту, еще бы оттенок был бы мой, было бы прям круто. Ну, а я хочу сказать, что Корея меня порадовала. Честное слово, я до этого пользовалась только вот такими тканевыми масками, гидрогелевыми патчами. Считала, что это верх вообще моего познания. Но когда мне прислали все эти продукты, и я начала им пользоваться, я поняла, что я недооценивала Корею, и что здесь, правда, есть много крутых продуктов. И теперь, если честно, я хочу познакомиться с этим, с этой продукцией ближе и больше, и, возможно, какие-то еще продукты для себя попробовать. Поэтому, девчонки, кто пользуется корейскими брендами, пожалуйста, пишите мне в комментариях, что вы любите, на что стоит обратить внимание, и что стоит попробовать. Мне будет очень интересно. Я надеюсь, в свою очередь, что это видео было для вас полезным, потому что я действительно старалась дать честные отзывы о каждом продукте. Надеюсь, что у меня это получилось. Ну, а я вам всем желаю хорошего настроения. Ставьте лайк, если это видео вам понравилось, а также не забывайте подписываться на мой канал, потому что здесь очень много полезной и свежей информации. Я вам всем желаю хорошего настроения, увидимся в следующих видео, и пока-пока!